Да будет свет! Сегодня профессиональный праздник у энергетиков. Всех причастных поздравил президент Вадим Красносельский. Энергетическая отрасль Приднестровья по праву носит стратегический характер. Энергетический комплекс Приднестровья непрерывно развивается, появляются альтернативные и возобновляемые источники энергии, которые уже успели себя хорошо зарекомендовать. Существующие проекты по модернизации объектов энергетической инфраструктуры будут продолжены, а государство и впредь будет оказывать всяческую поддержку для их успешной реализации. Убежден, что накопленный опыт будет находиться в основе деятельности приднестровских энергетиков, а производственный потенциал и технологические разработки будут обеспечивать стабильную работу всей энергосистемы. Обеспечить светом каждый дом – главная задача энергетиков. В этом помогают новые технологии. Чудеса высоких технологий на окраине Слободзеи. Здесь модернизировали высоковольтную электроподстанцию. Все работы за счет инвестпрограммы Днестрэнерго. Энергетики говорят, объект уникальный. В Молдове, например, такого нет. Это первая в Приднестровье цифровая автоматизированная подстанция. Если у нас непогодные условия, засыпало снегом или погасло все в Приднестровье, наш диспетчер может управлять, переключить и дать напряжение нашим потребителям. Не надо будет ехать, проезжать, расчищать дорогу. Он все может сделать от себя с диспетчерского пункта у нас в Тирасполе. Все управляется дистанционно. Если авария, сработает автоматика и отключит оборудование. Пожара точно не будет. О поломке моментально узнают в Тирасполе. Это мозг управления энергетикой страной. Здесь на схеме отображены все подстанции Днестрэнерго, все генерирующие источники нашей страны. Это Молдавская ГРЭС, Дубасарская ГЭС и Тиротекс Этерка. Также на схеме в режиме реального времени видны состояния оборудования, состояние энергетической сети в режиме реального времени. Любое изменение. Диспетчер сразу же видит, фиксирует и принимает соответствующее решение. Отключение одной линии не влияет на работоспособность в целом. Диспетчеру необходимо вмешаться и дать команду на произведение определенных переключений, чтобы у потребителя была электроэнергия. В Приднестровье уже автоматизировали десятки электроподстанций. Модернизация от Каменки до Первомайска помогает межтарифка. Это когда государство доплачивает энергоснабжающим предприятиям реальную стоимость света и тепла. А у них появляются возможности менять сети и ремонтировать оборудование. За три года только Днистр Энерго вложила в капремонт порядка 190 миллионов рублей.